Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. 9 мая 21 года в моей семье случилось горе, умер муж. Внезапно, неожиданно на работе за 90 км под меня, до этого мы с ним поссорились и у нас нередко случались ссоры. Они были, но мы всегда мирились. В этот раз он обвинил меня в том, чего не было, о чем потом пожалел, наверное. Хотел примириться, я конечно простила, но тянул время, так как хотелось, чтобы он понял, что так нельзя. Мы общались на общение, бывая натянутым. Последний разговор был вечером 8 мая. Мне по его речи показалось, что он выпил, да еще не отвечал недолго, я переживала, поэтому отругала его. Разговор получился не очень. Я не поняла, что он тогда чувствовал себя плохо. Он не сказал. Если бы я знал, что это наш последний разговор. 9 мая мне с его телефона позвонил участковой полиции. Позже от его коллег я узнал, что в последнее время его мучили сильные боли, колол от обезболивающего и незадолго до смерти выпил сразу несколько таблеток. Мне ничего не говорил. Я как представлю, какие боли он испытывал, чувствую себя плохо. Думая о том, что он чувствовал, умирал один, в чужом месте, какие мысли у него были, не чувствовал ли себя брошенным и ненужным. Ведь понимал, что, несмотря на наши ссоры, я его люблю. Как мне простить себя? Или это чувство вины будет со мной всю жизнь? Как жить? У нас дочка, в июне будет 4 года, она пока не знает и ждет папу. Между ними большая любовь. Я привезла его домой, нашла близких родственников, с которыми он долгие годы не общался. Они просили с ним, его отпили, похоронили. Его матери отправила фото его и дочке. Вчера с дочкой в храм сходили, заказала срока уст, сама молюсь каждый день. Кажется иногда бывает легче, но это чувство вины и сожаления не оставляет меня. Заранее спасибо за ответ. Ну, во-первых, конечно, вам соболезнования по поводу спущившегося. Это всегда очень большая травма. Действительно горы, действительно очень тяжелая ситуация. Но я думаю, что отвечая на ваши вопросы, хочется сказать, что, конечно, сейчас на них ответов, наверное, нет. Да и не должно быть, потому что сейчас вас совершенно очевидно волнует совсем другое. Вам плохо, вам тяжело. Так вот, потеря близкого, любимого, родного человека – это травма, с которой нужно работать, я имею ввиду, психологически, с точки зрения психологии. Вот, и если ее не проживать, эту травму, если она будет оставаться с вами, то вы рискуете в ней, в этой травме застрять и рискуете, собственно говоря, действительно прожить так. Если не всю жизнь, то очень и очень долго. Ваши сожаления и чувства по поводу того, что произошло, вполне естественны и понятны. Ваша боль. Я думаю, что со временем, если вы будете, например, заниматься, допустим, психотерапией, со временем вы, конечно, себя сможете простить. Но произойдет это только тогда, когда произойдет. Нельзя заставить себя простить. Вы себя или простите, или нет. Но, как правило, все-таки просят люди. Почему? Потому что нельзя общаться с человеком так, как будто вы общаетесь с ним в последний раз. Нельзя, нельзя общаться с человеком так, как будто завтра его не будет. Это невозможно психологически. Это, вообще-то говоря, на мой взгляд, оскорбительно по отношению к человеку, да. То есть, ну, сложно понять человеку, да, что с ним общаться так и так, как будто он завтра умрет, например. Ну и, в принципе, это, конечно, на мой взгляд, как бы противоречит, скажем так, самой жизни. Поэтому то, как вы жили, то, как вы общались, то, как вы себя вели, на мой взгляд, вполне, вполне, естественно, вполне нормально. Вот. И то, что вы не знали, не могли знать о том, что ему плохо, о том, что он болеет, это тоже вполне себе закономерная история. Другое дело, что признать вам это сейчас, на самом деле, очень и очень сложно. Это травма. Это травма. И это невозможно. Все сейчас у вас заглушают боль, какая-то злость, которую вы пока что не принимаете и не признаете, что, в общем-то, вполне нормально. Ну, как вот вообще можно, грубо говоря, да, злиться на человека, ведь, как бы, его, по сути, уже нет. Но я думаю, что злость какая-то все-таки у вас осталась. Чувство вины здесь вполне естественно. Вот. Что бы я вам сейчас порекомендовал делать, это не загадывать на будущее. То есть не ставить себе таких вот целей, которые вы себе пытаетесь ставить, а именно, как вам жить и так далее. Несмотря на то, что это может быть и естественно, то, что вы себе такие цели ставите, но проблема заключается в том, что от того, что вы их себе ставите, вряд ли ситуация их изменится. Вам нужно, проживая свои чувства, в частности, чувства боли, утраты, вам нужно увидеть, что жить так, как вы жили, и так, как жил он, это было его и вашим выбором. Его был выбор вам не говорить о том, что с ним происходит. Его был выбор от вас это скрывать. И мне кажется, что-то мне подсказывает, что вы об этом в глубине души сейчас догадываетесь. Вы догадываетесь, что человек сам выбрал вам ничего не говорить. Почему? Почему он выбрал вам ничего не говорить? Такой был его выбор. И с этим выбором нужно считаться. Так как вы любите его, нужно считаться с этим выбором. Относиться, я бы сказал, ну, с уважением к его решению жить вот так, как он, собственно говоря, ну, жил. Да? Вот. Потому что это, по большому счёту, то, что вы можете. Ребёнку, мне кажется, было бы важно, с ребёнком было бы важно вам своей болью поделиться. Вот. Дети, они, несмотря на расхожее мнение, гораздо сильнее, чем взрослые о них думают. И ребёнок мог бы, как раз таки, вам послужить весьма и весьма хорошим подспорьем. То, что вы делаете, вы сейчас, по большому счёту, решаете за своего ребёнка и лишаете себя её поддержкой. Вот. На самом деле, это, хоть и естественно, поведение, но поведение достаточно сильно, на мой взгляд, вас изолирующее, изолирующее вас от, ну, грубо говоря, от жизни. Потому что вы одна, да, вот, приходя, как бы, домой, да, и общаясь, собственно говоря, со своей дочерью, вы не можете быть с ней честны до конца, потому что она не знает. Вот. Дети легче проживают и переживают болезненные моменты. В этом есть определённая магия. И вам нужно, как бы, позволить себе быть с собой. Ребёнком, естественно, без каких-то перегибов, то есть там, ну, без истерик, без каких-то криков и так далее. Что ребёнка, конечно, может, ну, травмировать. Вот. И травмировать, ну, достаточно сильно, сильно, конечно. Вот. Вам сейчас важно не быть одной, вам сейчас важно говорить о своей боли, говорить о своей боли кому-то, чтобы она не застаивалась. У вас, чтобы она не опускалась на уровень подсознания, чтобы она не начала отправлять вас изнутри. Вот. Это очень важно, потому что, если это допустить, то, как бы, восстанавливаться будет гораздо, гораздо тяжелее и сложнее, сложнее. Вот. Способы и средства для этого используются самые разные. Вот. Если вы верующий человек, то имеет смысл поговорить со священником. Вот. Вам он поможет, соответственно, на теологическом языке. Вот. Даст вам, ну, столь важное вам облегчение, которое вы хотите. Вот. У психологии есть, как бы, ну, некоторые аспекты касаемо этого, но я все же думаю, что это все немножечко сейчас не так важно. Я думаю, что важнее всего ваша будет потеря, которую вам нужно сейчас проживать. Проживать ее лучше все-таки кому-то, проживать лучше все-таки с кем-то. Вот. Мне кажется, что вам это делать сложнее, вам это делать сложнее, немножко сложнее, потому что вы склонны брать на себя слишком много ответственности. Вообще, это вот ваша такая черта, которая довольно сильно бросается в глаза. То, что вы вот берете на себя, я бы сказал, много достаточно ответственности. Вот. И то вы сделали, да, и другое вы сделали. И обругали там, условно говоря, своего супруга. То есть, ну, как бы, родитель не и наш. Вот. Вам, мне кажется, нужно позволять себе, позволять себе, я бы сказал, некоторую слабину, да, преопускать контроль, позволять другим людям, в том числе своему ребенку, например, просто она маленькая, вот, брать что-то в свои руки. То есть, позволять отдавать, отдавать. Вот. Мне кажется, что вот с этим у вас есть некоторые проблемы. Я думаю, что это может стать таким некоторым препятствием, например, на пути, допустим, вашей терапии, да, вот. Если вы, ну, довольно, довольно плохо отдаетесь, если у вас нет такого опыта, или если вы такого опыта избегаете, например, вот, конечно, вам будет нелегко. Но научиться этому, мне кажется, необходимость, в том числе и для того, чтобы вашему ребенку было хорошо. То есть, не только для себя, да, но и для ребенка, вот. Это необходимо сделать. Если этого не сделать, вот, вы будете себе какие-то вещи копить, вот, и впоследствии это будет выражаться вот в весьма-весьма деструктивных формах, вот, которые будут негативно влиять на вас, на ваших близких, вот, ну и на ребенка вашего, в том числе тоже, конечно. Вот. Поэтому тут такой аспект. К своим чувствам необходимо прислушиваться и их проживать для того, еще, чтобы переставать брать ответственность на себя за то, за что вы не ответственны. Вот. Вы не ответственны за то, как ваш муж выбрал жить и относиться к своей болезни. Кстати, так и не сказали, что с ним произошло, да, тут сильные боли. Это, вообще говоря, могут быть, ну, это может быть следствием заболевания, вот, какого-то серьезного. Вот. Вы, как бы, ну, об этом ничего не сказали, но, может быть, вы не хотели об этом говорить, да, может быть, может быть, что-то еще, но, вот, так или иначе, это выбор вашего мужа. Так обратиться, обратиться со своими, ну, со своим здоровьем. Вот. То есть он, как бы, ответственность на себя берет, а вы берете ответственность за него. И здесь, конечно, подобная тенденция сталкивается с фактом потери близкого, с одной стороны, конечно. Но, с другой стороны, эта же тенденция сталкивается и с фактом того, что вам сейчас свою жизнь придется менять. Это страшно, это больно, это обидно, ну, потому что есть ощущение несправедливости и так далее. И вам, с одной стороны, необходимо учиться снижать требования к себе, потому что они у вас явно завышены, явно высокие требования к себе у вас. А с другой стороны, необходимо слышать себя, слышать себя, то, чего вы хотите, и более внимательно подходить к своей ответственности за себя. Знаете, мне кажется, лично мне кажется, что какая-то часть, естественно, не вся, но какая-то часть ваших переживаний, какая-то часть вашей боли связана с тем, что вы чувствуете, как будто бы не были собой со своим мужем, как будто бы вы, ну, вот, были вот несколько, ну, несколько другой, да, все время как будто бы делали не совсем то, что хотели, вот, проявляли как будто бы не совсем то, что чувствовали, да, то есть вы говорите, что я вроде бы вот за него переживала, да, я за него переживала вроде бы, а в то же время я его, я его ругала, понимаете? И это такая вот глобальная у вас стратегия жизни, вам ситуацию, ситуацию, как мне кажется, еще больше омрачает тот факт, что вы с собой не были, то вы не смогли сказать ему, как вы его любите. Вот вы спрашиваете, как бы, знал ли он, что я его люблю? Конечно, знал. Ну, вам от этого вряд ли будет прям так вот легче, потому что все равно будут сомнения, может, он как бы вам уже ведь об этом не скажет, не скажет о том, что он знал, что он вас любит, но, если вы его любите, но здесь на помощь приходит его образ у вас, память о нем. Вы можете обратиться к своей памяти о нем, где он все еще жив и всегда будет там жить в вашей памяти. И с ним в своей памяти вы можете даже разговаривать. И вы можете спрашивать у него все, что вам хочется. И получите ответ, который он вам даст. Я уверен, что если вы честно спросите себя, знали он, что он, что вы его любите, я уверен, если вы честно себя об этом спросите, вы получите честный ответ. Я не буду его говорить, но я думаю, что честный ответ вы получите. Как получите? И то, что, в общем-то, никакого зла на вас он не держит. Вот. Но вы длитесь на себя. Вы говорите, если бы я знала, что это наш последний разговор. Это из тех самых требований к себе, которые вы себе предъявляете. Это вот те, это вот те самые требования, которые делают вас такой вот контролирующей. Не всегда естественная еда, то есть не всегда, ну не всегда самой собой вы можете быть. Вот. И это же проявляется и здесь. Поэтому очень важно, чтобы вы перестали убегать в эти требования. Перестали убегать в эти злодиствования. И с одной стороны, позволили себе быть собой. С другой стороны, позволили себе быть неидеальным. С третьей стороны, позволили себе ошибаться. Ведь все мы ошибаемся. И все мы теряем близко. Вот. Я думаю, что как-то так. Конечно, не стоит увлекаться, ну, разговором с вашим. Потому что все-таки реальный мир, он как-бы остается реальным. И реальный мир, он все-таки важнее. Но вы можете со своим людям общаться. Общаться. Вот. И вы можете работать со своими чувствами. Тем, чтобы стать той, в том числе, кем хотел бы видеть ваш муж. Быть той, какой желал видеть вас ваш муж. Ради него, ради себя, ради своей дочери. Вот. И, в общем-то, я не буду говорить, что грусть ваша никуда, ну, что грусть ваша уйдет. Нет, нет. Вполне возможно, что действительно грусть, ну, какая-то грусть, вот она останется с вами на всю жизнь. Всегда, всегда будет, вот, как-бы, такой вот, ну, налет, да, как-бы, как-бы грусть всегда. Возможно. Возможно, что и нет. Возможно. Нет. Я не буду говорить, наверное, наверняка, но сейчас. Вам нужно думать о том, чтобы просто проживать в своем поле прослужья. Кстати, довольно много времени, то есть, что-то произошло 9 мая. Вот. И, соответственно, прошло уже больше двух недель. По-моему, вы, конечно, пытаетесь, пытаетесь, вот, что называется, ну, может быть, не заглушить, да, может быть, заглушить, это не совсем корректно, такое вот, корректное слово. Но у меня возникло ощущение, что вы в деятельности, вот, церковь, там, молитвы, вы пытаетесь отвлекаться. На самом деле, лучший способ, лучшее, что вы можете сделать, да, это просто, я так немножко сейчас, может быть, идеализирую, да, это ситуация, но лучше, что вы можете сделать, это просто поплакать вместе с, например, своей дочкой, да, просто поплакать, просто оплакать человека. Это необходимо. Это необходимо, это делать столько, сколько вы будете, ну, столько, сколько вы будете чувствовать эту вот необходимость. Вот столько, сколько будете чувствовать, да, столько и необходимость необходимо это делать. Вот, естественно, я бы не хотел, да, чтобы вы, там, работали какое-то время. Я понимаю, что, скорее всего, скорее всего, это невозможно. Я понимаю, что, скорее всего, у вас, ну, есть, как бы, определённые, да, ну, обязательства. Вот я всё это прекрасно понимаю. Ну, я также и понимаю то, что для, ну, условно говоря, для эффективности проживания, да, для эффективности, для того, чтобы из этой ситуации выйти, чтобы, ну, всё-таки, на самом деле, оплакивать человека, а не убивать себя. Вот. Вам нужно, конечно, сейчас немножечко, вот, и с деятельностью своей повременить на какое-то время. Вот. То есть, если можно, там, взять, взять отпуск, я понимаю, что могут быть разные обстоятельства, могут быть разные ситуации, ну, конечно. Вот. И, по разницу, по разницу, конечно, заниматься терапией, заниматься эти терапиями, вот, просто, чтобы, вот, не застревать в этом, в этих переживаниях, вот, не застревать именно в этом состоянии. Вот, чувство вины, которое у вас есть, которое вы чувствуете, это, ну, я не побоюсь этого слова, да, хотя прозвучит, прозвучит, это, конечно, наверное, не очень хорошо, но чувство вины есть почти, там, у 95, наверное, процентов людей, которые теряют своих близких. Это не случайно, потому что реальность меняется, вот, как бы, то есть, вот мы жили в одной реальности, где человек был жив, мы думали, что он с нами будет бесконечно долго, вот реальность изменилась, мы, соответственно, живем и живем в реальности, где его нет, вот, и мы требуем от себя, как бы, знать, что, вот, человеку, ну, что человек не весит, да, ну, там уже, по факту, по большому счету мы делали, мы жили, мы общались с человеком, так как мы могли, так как мы умели, по-другому мы не умели, не могли, и не хотели, вот, понимаете, но определенный рост, определенную, такую вот, не побоюсь этого слова, жестокую, мудрость нам это, конечно, даем, даем, вот, и вы, конечно же, оправитесь, вот, сейчас это, наверное, дико звучит, но вы оправитесь, вопрос только в том, какой вы будете, когда оправитесь, вы можете быть наполнены любовью к себе и ребенку, а также к памяти своего мужа, а можете быть раздавлены, разрушены чувством вины, вот, или забившие вот эти чувства под, грузом всех обязанностей, той ответственности, которую вы на себя возьмете, лишь бы не чувствовать, вот, как, ну, болезненности, боли и так далее, вот, понимаете, то есть, по сути, ну, убегая от жизни, по большому счету, к сожалению, вот, мне бы не хотелось, чтобы такая ситуация была у вас, поэтому я думаю, я думаю, что, ну, двигаться вам нужно примерно в таком направлении, вот, если вам удобнее, комфортнее взаимодействовать очно, вот, с, ну, специалистами, да, вот, то выберите себе очного, очного психолога, то есть, ну, очную терапию, да, и занимайтесь идеей, вот, если вам, ну, не имеет особого значения, или вы не хотите кого-то видеть, да, бывает и такое, вот, то, конечно, в таком случае, ну, как бы пройдет больше онлайн, вот, тут, конечно, можно через камеру, но вы можете, по крайней мере, выбирать и можете общаться, в принципе, без камеры, если, ну, если, если такое желание у вас возникло, вот, главное, не оставайтесь со мной, вот, и ребенка своего, вот, в самом, плохом, наверное, смысле этого слова не жалеть, дети, дети сильнее, чем мы о них думаем, а не говоря правду, по всему ребенку, вот, вы, к сожалению, гораздо, с гораздо большей долей вероятности, формируете, у нее тревожность, вот, да, когда ребенок чувствует, он уже чувствует, что, 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 что-то не так, а ей говорят, да нет, все в порядке, ты не переживай, ты не барс, вот, но ребенок почувствует, вот, поэтому скорее всего, где-то, где-то в глубине души она уже знает, она уже знает, что с папой что-то случилось, вот, я, конечно, конечно, не в курсе того, ходили ли вы в церковь раньше или нет, но если поход, если поход в церковь был впервые, да, то, конечно, ребенок, даже если, ну, интеллектуально не сможет, как бы, вот, сопоставить, ну, факты, да, то есть, ну, сопоставить один и один, вот, то я думаю, что, интуитивно, скорее всего, она все понимает это. Вот и получается, что вы, повторяете сценарий смущен, вот, ваша дочь, конечно, не умрет, и с ней ничего не случится, вот, и с вами ничего не случится, но, тем не менее, вот. Что еще я бы рекомендовал? Не рекомендовал бы, значит, садиться за рубль сейчас, пока вы находитесь вот в таком состоянии, да, вот, первые, там, ну, вот, сейчас уже прошло две недели, я, конечно, понимаю, что, вероятно, вероятно, с этим несколько я опоздаю, но все-таки, вот, хочется вас, вот, ну, предостеречь от того, чтобы вы садились за руль, за руль, лучше не садиться, вот, и, соответственно, ну, вот, высоко, высоко, от высоко ответственными делами не заниматься сейчас, лучше вам, вот, по возможности просите это делать других людей, вот, не ломайте себя, не мучайте себя и так далее, вот, значит, позволяйте себе, прислушивайтесь, точнее, к малейшим, к малейшим своим желаниям, вот, это тоже очень важный момент, чтобы вы прислушивались к своим малейшим желаниям, если чего-то захотелось, по возможности, незамедлительно, сразу же старайтесь это, старайтесь это, как бы, ну, реализовать, то есть, как бы, ну, понятно, что такая возможность есть не всегда, понятно, что не все желания мы можем, вот, как бы, реализовать, но постараться, постараться, на мой взгляд, вы, ну, вы можете, вот, это позволит вам, опять же, опять же, почувствовать себя по возможности, живой, вот, что касается того, как вам жить, то я думаю, что, безусловно, вам нужно искать новые смыслы, смыслы жить, вот, но как бы там ни было жить, я бы сказал, ну, вот, ради себя, в коем случае, там, там, не ради, там, доучера, да, не ради, там, памяти, памяти мужа, а именно ради себя, именно ради себя, это, вот, учиться жить ради себя, это не будет просто, потому что, особенно, если вы чувствуете себя, верю, это не будет просто, но тем не менее, вот, и воспитывать в себе, воспитывать в себе, сейчас, вот, некое такое, я бы сказал, ну, ну, уважение к выбору вашего мужа, то есть, как бы, это, то, что это был его выбор, вот, не говорить вам, там, про свои переживания, вот, то, что не беспокоит вас, или, там, что-то еще, вот, потому что, ну, как бы, а, это сомнительное решение, скажу честно, вот, а, как, вот, вот, а, ну, как психолог, как психолог, я не могу, опять же, вот, честно вам скажу, да, я не могу, вот, относиться, к этому решению, позитивно, вот, а, и я вижу в этом, ну, определенные ценности, определенные, личные границы человека, которые вам нужно считаться, вот, парадоксальным образом, ваше чувство вины, вот, и реакция на эту историю связана с тем, что вы к нему, вот здесь, относитесь, как к ребенку, вот, вот, такой ответ. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, вот, вот, вы можете просто, я просто для себя ее написал, его, как бы, написать и все. Вот, желаю вам всего самого доброго, удачи, вот, надеюсь, что все у вас будет хорошо.